Депутатские полномочия В Рязани похудели цены на продукты. Какие группы товаров подешевели в экономических новостях? В Москву за 130 минут открылся новый автобусный маршрут «Рязань-Котельники». В понедельник прошло заседание региональной избирательной комиссии, на котором состоялось третье распределение мандатов депутатов Рязанской областной думы 6-го созыва. А во вторник большей части избранных депутатов выдали удостоверение. Областная избирательная комиссия утвердила список депутатов, избранных в областную думу 6-го созыва. Соответствующее постановление о результатах выборов официально было опубликовано 22 сентября. Согласно документу, в число избранных парламентариев вошли представители четырёх политических партий – «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Сегодня в малом зале здания регионального правительства народным избранникам были вручены депутатские удостоверения. Напомним, что из 36 мест в Рязанской областной думе 32 получили представители «Единой России», два места у коммунистов и по одному у «Справедливой России» и ЛДПР. К новостям экономики. По данным Рязанистата, за последнюю неделю в регионе отмечено снижение цен на ряд продуктов. Так, морковь упала в цене на 8%. Картофель скинул чуть больше 6%. Яблоки и вермишель подешевели на 1%. Подсолнечное масло, пшеничная мука и сахарный песок стали дешевле, но незначительно в среднем на 0,3%. При этом на 6% зафиксировано повышение цены на чай. Незначительно увеличилась цена на мясо кур, мороженую рыбу, молоко, соль, рис и гречневую крупу. С начала года в регионе было продано чуть более 8 тысяч новых автомобилей. За аналогичный период прошлого года более 14 тысяч. Таким образом, по данным автостата, падение рынка составило почти 43%. Рязанская область заняла 27 место среди регионов страны по объему авторынка. В четверг состоялось очередное пленарное заседание Рязанской городской думы. Депутаты рассмотрели свыше 40 вопросов. Наиболее актуальным стало принятие поправок в бюджет областного центра. На первом заседании осенней сессии депутаты рассмотрели более 40 вопросов. Наиболее важное – внесение корректировок в бюджет. Доходы и расходы Рязани увеличены на 264 миллиона рублей. Деньги будут направлены на решение социальных проблем. В частности, на развитие автодорог города пойдут 82 миллиона рублей. Еще 156 миллионов рублей предусмотрено на строительство детских садов на Михайловском шоссе и Первомайском проспекте. 6,5 миллионов рублей будет направлено на содержание светофоров – 3 миллиона 700 тысяч рублей, на ремонт спортшкол «Золотые купола», «Юность», приведение в порядок детской юношеской спортивной школы «Орион». На решение жилищных проблем молодых семей направят более 6,5 миллионов рублей. Главный вопрос, который предстоит рассмотреть городским парламентариям в ближайшее время – это бюджет Рязани на 2016 год. Андрей Кашаев выразил надежду, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, совместная работа всех органов власти позволит создать документ, который будет на таком же высоком уровне, как и бюджет 2015 года. К другим новостям. Теперь поездка на автобусе в Москву станет занимать меньшее количество времени. Ранее маршрут оканчивался на станции Выхино. На этой неделе в столице открыли новую станцию метро в городе Котельники. Здесь теперь и расположится новая конечная остановка для автобусов маршрута «Рязань-Москва». Изменения в маршруте автобусов «Рязань-Москва» произошли во вторник, 22 сентября. Расписание, как говорят руководства центрального автовокзала, не поменялось. А вот протяженность и, самое главное, продолжительность пути стала более короткой. Связано это с тем, что метро Котельники, оно выходит за МКАД. И в результате этого длительность поездки вместо трех часов, которая была до Выхино, у нас будет составлять порядка 2 часа 10 минут, 2 часа 20 минут. Для рязанцев, конечно, это будет намного удобней, потому что автобусы будут ходить чаще в связи с тем, что длительность поездки резко сократится. И это будет также находиться около станции метро. Доехал до станции метро и уже едешь туда, куда тебе необходимо. Конечную остановку перенесли от станции метро Выхино к станции Котельники. И теперь большинство автобусных рейсов, курсирующих между столицей и Рязанью, будут останавливаться именно здесь. Время в пути уменьшается. Соответственно, все у нас, ну, пробки основные были у нас на МКАДе. А сейчас, ну, 10-15 минут точно убавлялся. То есть Котельники ближе. Удобно нам, да, добираться очень хорошо. Почему? Ну, вроде как удобный маршрут. Вот. И вроде как поездка, как бы сама по себе такая хорошая. Удобно, не знаю. Нам очень нравится. Новая станция, правильно? То есть в новости тоже смотрела. А так только впервые буду ехать. Напомним, что станцию столичного метрополитена Котельники торжественно открыли 21 сентября. Она расположена прямо на границе Москвы и Московской области. Таким образом, выйдя из рейсового автобуса в Котельниках, сразу можно будет сесть на метро. И, следовательно, несколько сократить свое время, чтобы добраться до нужных учреждений в центре столицы. Во вторник, 22 сентября, активисты и экологи отмечали Всемирный день без автомобиля. Такая акция призвана напомнить людям о негативном влиянии автомобиля на окружающую среду, а также подтолкнуть пользоваться альтернативными средствами передвижения – общественным транспортом или велосипедом. День без автомобиля – это символическая акция, призванная напомнить обществу о вреде чрезмерной автомобилизации. Впервые его провели в Швейцарии в 1973 году в связи с разразившимся тогда топливным кризисом. Такое альтернативное экодвижение затем еще четверть века держалось благодаря лишь отдельным энтузиастам. Но в конце 90-х в разных странах Европы все больше людей стали предпочитать личным автомобилям общественный транспорт либо велосипеды. Сейчас в ряде мегаполисов устраиваются настоящие велодемонстрации, а число участников по всему миру оценивается примерно в 100 миллионов человек. Десять лет назад к такой акции присоединилась и Россия. Сейчас поддерживают инициативу отказа от личного авто практически во всех крупных городах нашей страны. Рязань не стала исключением. Однако мнения у горожан на эту тему различаются. Ну, полезно. Во-первых, сразу воздух становится свежим после этого, когда люди пересадут. И здоровье людей. А у вас не получилось сегодня отказаться? Ну, у меня работа. Спасибо. Да какая разница? В чем полезность-то? В смысле полезно? Экология. Экология. У нас тут это воняет сероводородом, там турлаты увеки дают. Ну, вообще, наверное, полезно, чтобы не пачкать город глазами своими. Но я не могу. Мне дела сегодня. Потому что мне надо ребенка в детский сад отвезти. А вообще, как думаете, полезно такой день соблюдать? Отказывалась от машины на один день всего лишь? Сложно сказать. В день отказа от автомобилей в Рязанской школе номер 69 прошел необычный урок для учеников пятых, шестых и седьмых классов. Провели его сотрудники госавтоинспекции. Они организовали для школьников игры и конкурсы, которые напомнили ребятам правила дорожного движения. Автомобиль, действительно созданный когда-то в помощь человеку, в настоящий момент представляет определенную угрозу, как экологическую, так и безопасность жизнедеятельности человека. Поэтому необходимость соблюдения требований правил дорожного движения и законопослушного поведения на дороге – это основа безопасности. Это занятие дорожных инспекторов с ребятами прошло на территории школьного автогородка, который весьма похож на городскую улицу. В общем, осознание того факта, что автомобиль иногда даже полезно сменить на велосипед, ко многим приходит уже сейчас. Кирилл увлекается как велосипедными прогулками по городу, так и велосипедным спортом. И уверен, что велосипед – это не только приятный способ передвижения по городу, но и хороший способ укрепить свое здоровье. Во-первых, велосипед – это радость. Во-вторых, он прост в управлении, прост в обслуживании, он экологичен, экономичен, ну и просто стильно выглядит. К сожалению, велосипедисту в Рязани тяжко живется, довольно опасно, потому что приходится ездить вместе с машинами по ПДД. Но, к сожалению, велодорожек специальных нет. Есть одна, но она, считай, без начала, без конца. Поэтому ее, как мне кажется, нужно начать от Кремля и продлить до ЦПКО. Тогда она будет, в принципе, культурным местом, и можно будет даже под это делать целый туристический маршрут. Словом, почему бы действительно не задуматься и не внести в свою жизнь такое замечательное транспортное разнообразие. Тем более, что погода шепчет, а потому вполне располагает к велосипедным прогулкам. По всей стране в этом году отмечают 70-летие Победы. И если День Победы уже позади, то памятные акции и мероприятия продолжаются. Так во вторник подвели итоги очередного творческого конкурса под названием «Портрет моего героя». Победа в Великой Отечественной войне вот уже 70 лет никем не забыта. Да и разве можно такое забыть? Сколько бед претерпел наш народ, сколько погибло людей, сколько было пролито слез. И, конечно, мы благодарны тем людям, которые отдали свою жизнь за Победу. Ведь если бы советский народ не сражался тогда, до последней капли крови, то не было бы и сегодняшнего мира. 70-летие Победы отметили в мае, а мероприятия, приуроченные к этому светлому дню, до сих пор продолжаются. Так сегодня в Доме общественных организаций подвели итоги конкурса «Портрет моего героя». Истории наших дорогих бабушек и дедушек, которые в годы Великой Отечественной войны боролись за свободу народа, за мирное небо над нашими головами, рассказывали в виде сочинения, рисунков, эссе, стихотворений и видеороликов. Я написала о своей маме, которая для меня, моя мама для меня является моей родиной. Так я об этом и написала, что моя мама – это моя родина. И в связи с тем, что она защитник блокадного Ленинграда, статья называлась «Кутузова защищала ленинградцев». И она мне рассказывала свой боевой путь, где она воевала, где она начинала. И что она начала военные действия, война у нее началась с защиты Ленинграда. Потом они освобождали Прибалтику. И вот 168-я стрелковая дивизия после освобождения города Риги, латвийского, стала называться Рижской стрелковой дивизией. Потом они, значит, освободили полностью Прибалтику, а победу у них, победу они встретили на Дунае, в Румынии. Я писала про ветерана Маркина Алексея Алексеевича. Он был фронтовик. Также, ну, жил он подо мной. Вот, я ходила к нему домой, он показывал мне награды. Мне стало это все интересно, и я, как бы, решила написать про него. Ну, о нем мало кто знал. Удивило то, что у него, как бы, ну, когда он был на войне, он, ну, потерял ноги. И он, ну, как бы не сдался, он стал дальше жить. Также он вышел, ну, также он женился. Прямо 9 мая, в День Победы, мне, как бы, это очень удивило. И наш священный долг – святочить память тех, кто воевал за счастье мирного дня. Знать и помнить свою историю, чтобы не возникали на нашей земле бессмысленные, жестокие и кровопролитные войны. В начале месяца в Рязани на прохожего напал уличный грабитель. Мужчина отбился и даже помог задержать преступника. В этой истории, на первый взгляд, нет ничего удивительного. Но смелому герою 91 год. Он ветеран Великой Отечественной войны. И сдаваться не привык. Поэтому не спасал и на этот раз. Виталия Сергеевича Толстого призвали в Красную армию в январе 1943 года. После окончания ускоренных курсов Первого московского пехотного училища он получил звание младшего лейтенанта. День Победы Виталий Сергеевич встретил в Будапеште. А после войны долгие годы работал в органах прокуратуры. Поэтому, когда 1 сентября с ним приключилась история из-за разряда папаша «Огоньку не найдется», Виталий Сергеевич не сильно испугался. Сижу. Ко мне подходит садиться один мужчина. Ну, подвыпившим немножко. Ну и он что говорит в грубой форме? Дай закурить. Я встаю, понял, что от него нужно уйти. Он, ну, в силу обстоятельств этих, опасный человек. Как только я встал, он мгновенно набросился на меня, схватил меня двумя руками. Я не могу шевельнуться. Здорово. 57 лет ему, как оказалось. И он шарит вот своими руками по моему телу. Потом-то я догадался, в чем суть. Конечно, в своей жизни ветерану Великой Отечественной войны и полковнику юстиции в отставке Виталию Толстову приходилось сталкиваться и с гораздо более опасными случаями. Однако, стоит сказать, что у Виталия Сергеевича, несмотря на фронтовую закалку, здоровье уже не такое крепкое, как раньше. Ему поставлен кардиостимулятор. И потому нападение на него могло окончиться весьма печально, если бы не подоспевшие вовремя бдительные горожане. По факту совершенного нападения на ветерана возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Не обошлось на этой неделе и без неприятных происшествий. Слово моему коллеге Роману Дворецкову. Начнем с дорожных происшествий. В Скопинском районе 22 сентября автомобиль ВАЗ 9-й модели сбил 9-летнего мальчика, который находился на обочине дороги. Пострадавшего ребенка с травмами доставили в больницу, а позже выяснилось, что за рулем легковушки сидел пьяный водитель. Инспекторы установили, что вождению молодой человек никогда не учился, а за езду в нетрезвом состоянии уже задерживался. По словам дорожных полицейских, наказание молодого человека ждет строгое. 23 сентября на 9-м километре автодороги Сасова-Восход-Кадом 50-летний водитель на автомобиле Toyota Corolla нарушил скоростной режим. Далее не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Lada Priora. В результате аварии водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Водители-пассажир Toyota доставлены в больницу. В тот же день на трассе М5 в Шиловском районе столкнулись сразу три иномарки – Mitsubishi, Renault и Mercedes. На ликвидацию последствий ДТП выезжали один пожарный автомобиль и три человека личного состава государственной противопожарной службы. Спасатели в среду разбирали завалы после обрушения участка крыши в одном из цехов тяж-прессмаша. Трагедия произошла примерно в полдевятого утра и, к сожалению, без жертв не обошлось. По предварительным данным, бригада кровельщиков, действуя в рамках заключенного договора подряда, выполняла работы по ремонту покрытий кровли цеха. Двое работников, которые были во время обрушения на крыше, упали внутрь строения вместе с металлической емкостью и строительным мусором. Один из них скончался на месте, происшествие другого госпитализировали в больницу. 11 сентября в полицию поступила информация о минировании торгового центра «Атрон» и развлекательного комплекса «Озон». На место тотчас прибыли пожарные, скорая помощь, взрывотехники и ОМОН. Всех сотрудников и клиентов эвакуировали. Полицейские с помощью спецсредств провели проверку помещения, однако взрывчатки в указанных центрах не оказалось. Далее полицейские вместе с коллегами регионального УФСБ установили личность подозреваемого в совершении телефонных звонков и задержали злоумышленника. Им оказался 47-летний рязанец. Преступник взят под стражем. В Рязани открылась общественная приемная по контролю в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Здесь активисты-общественники смогут не только ответить на все интересующие вопросы, но и помогут с оформлением документов. И при необходимости даже согласны представлять интересы горожан в судебном разбирательстве. В новом центре побывал Глеб Галушкин. Общественные жилищные инспекторы уже более недели принимают горожан с их жалобами на систему ЖКХ. Пока поток обращений незначительный, признаются специалисты общественной приемной. Все-таки еще не приобретена узнаваемость у жителей областного центра. Однако люди уже начали звонить и даже приходить на улицу весеннюю с разными бытовыми трудностями и проблемами. В основном, признаются специалисты-общественники, горожане нуждаются в юридической помощи. Около 20 обращений уже. Вопросы самые разные. Самые разные буквально. От того, как провести собрание, куда обратиться. Вот потекла крыша, почему-то управляющий не желает ремонтировать. По благоустройству много вопросов задается. Но пытаемся, как можем, как общественники, можем эти вопросы решать. Это практически у нас общественно-приемная горячая линия. Это как бы кол-центр, который принимает все вопросы. А потом будем каким-то образом отслеживать, по каким вопросам обращается, что можно сделать, как помочь гражданину. Кстати, специалисты общественной приемной ЖКХ прошли обучение в центре, созданном при Доме общественных организаций. И теперь они стали полноценными общественными контролерами в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В преддверии Дня пожилого человека рязанских пенсионеров приглашают на конкурс компьютерной грамотности. Участниками конкурса станут люди старшего поколения, которые научились работе на компьютере и в сети как самостоятельно, так и с помощью специализированных компьютерных курсов. Итоги конкурса и вручение призов победителям будет проходить с 21 по 23 октября в Московском экспоцентре на Красной Пресне. А сегодня в Академии ФСИН прошел торжественный концерт, посвященный ветеранам и пожилым людям. В Академии ФСИН России прошла встреча, посвященная Международному дню пожилых людей. В актовом зале собрались ветераны, пенсионеры, сотрудники и курсанты вуза. Пришедшим обратился заместитель начальника Академии ФСИН России Дмитрий Панарин. Разрешите поздравить вас от лица руководства Академии личного состава с прекрасным событием, наступающим праздником человеческой мудрости, гражданской зрелости и душевной щедрости. Днем пожилых людей. Это особый праздник, который призван напомнить всем о неразрывной связи времен, о нашем долге перед вами. Ваша жизнь – это пример самоотверженности, мужества, нравственности, бескорыстного служения нашей великой Родине. Далее на сцену поднялся вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов. Он пожелал всем ветеранам войны и труда, здоровья, долголетия и счастья. Мы в полной мере осознаем сегодня наш неоплатный долг перед старшим поколением, ветеранами войны и труда. И в наших силах сделать жизнь пожилых людей лучше, наполнить ее теплом и светом. И мы будем стараться поступать именно так. Перед собравшимся с песнями, танцами, стихами выступили известные рязанские артисты и творческие коллективы. Причем вокальные и хореографические номера подготовили как курсанты, так и главные участники праздника. Россия вольная, страна прекрасная, любимый край, моя земля. К другим новостям. Областной конкурс ЮНАТ призван развивать интерес у детей и молодежи к сельскому хозяйству. В этом году юные натуралисты представили на выставке плоды своего труда – овощи и фрукты, выращенные на дачах и приусадебных участках. Областная выставка ЮНАТ проводится ежегодно с 1941 года. Конкурс собирает участников школьников со всей области. Целью проекта организаторы видят развитие интереса у детей к сельскому хозяйству. Так, в этом году участники представили на суд зрителей экспозиции и детские исследовательские проекты в номинациях овощеводство, плодоводство, ландшафтный дизайн, архитектура, цветоводство, личное подсобное фермерское хозяйство и пчеловодство. Увлекся я пчеловодством уже достаточно с раннего возраста. Все-таки моя вся семья, включая старшего брата, отца и вообще деда и прадеда занимаются пчеловодством. Для нас стало семейное занятие и очень интересно на самом деле. На этой выставке мы представили разные овощи, потому что у нас есть свой участок, на котором мы это выращиваем. Также мы выращиваем пшеницу. Даже мы ездим, как перемалывают эту пшеницу, как делают, пекут хлеб. Все это заинтересовало, все это стало интересно и захотелось принять в этом участие, чтобы частичка твоя была на столе. В течение дня дети представляют и защищают свои проекты по секции. В каждой номинации присуждается три призовых места. Победителям и призерам вручили дипломы областного министерства образования и памятные подарки. Авторы лучших работ выступят на всероссийских экологических мероприятиях. И еще о спорте. По итогам Всемирного дня подтягиваний Рязань заняла первое место по России. По результатам рязанцы превзошли даже москвичей, благодаря массовости и, по всей видимости, регулярным занятиям спортом. В общей сложности горожане потянулись на турниках 49 706 раз. В Рязани Международный день подтягиваний прошел на нескольких площадках. Их обустроили во всех районах областного центра. Подтянуться на турниках пришли прежде всего юные и молодые горожане. Школьники и студенты собрались на одной из самых больших площадок для воркаута возле бассейна «Чайка». Юные участники соревнований говорят, что спортсменами себя не считают. Однако они вместе проводят тренировки, составляют собственные методики, учат новые элементы и собираются в будущем выступать на спортивных и физкультурных фестивалях. До воркаута я ничем не занимался, физическую активность особо не проявлял. Воркаут я увлекся два года назад. Понравился он мне тем, что есть разнообразие огромное в упражнениях. То есть ты пришел и что ты хочешь, что ты поделал. Мне он понравился тем, что он довольно дружный. То есть приходят все, огромное количество людей на тренировку и общаются, делятся опытом между собой. Показывают, что это друг друга. Каждый учит чему-то новому. Поскольку Всемирный день подтягиваний – праздник молодой, то и каждый год удается поставить рекорд по общему максимальному числу подтягиваний. Рязанцы не подвели. По итогам Всемирного дня подтягиваний на спортплощадке пришли 3838 человек, и они потянулись 49 706 раз. Таким образом, средний результат каждого рязанца составил 13 подтягиваний. А по общему числу наш город превзошел все остальные. В общем, жители нашего города в очередной раз доказали, что Рязань – город спортивный. Так, этой осенью в Рязани пройдет традиционный кросс-нации и Всемирный день ходьбы. 22 сентября в Рязани прошла пресс-конференция, посвященная проведению в регионе этих массовых спортивных мероприятий. Площадки для кросса-нации организуют не только в Рязани, но и в районах. Планируется, что на старт выйдут порядком 20 тысяч человек – школьники, студенты, представители власти, общественности, бизнес, сообщества и пенсионеры. Забеги пройдут по различным группам и дистанциям. Центральный старт запланирован на полдень 27 сентября с площади Соборной. Регистрация участников соревнований проводится с 22 по 25 сентября с 10 до 18 часов в здании горспорткомитета, а также непосредственно 27 сентября с 9 до 10 часов на месте старта. Также на пресс-конференции рассказали, что 3 октября в ЦПКО в Рязани пройдет Всероссийский день ходьбы. Участникам предстоит пройти 3 километра. Также в рамках мероприятия будут работать две площадки по выполнению нормативов ГТО. Практически все россияне знают, что кросс-нация – это яркое спортивное событие и отличная возможность почувствовать единение всех жителей нашей большой и многонациональной страны. Международные спортивные состязания имеют долгую, насыщенную событиями историю, как в России, так и во всем мире. Считается, что в нашей стране кросс-нация зародилась еще в далеком 1918 году, мировому же кроссу более 150 лет. И это только по официально подтвержденным данным. Планируя маршрут выходного дня, имейте в виду, что в воскресенье из-за спортивной акции в Рязани перекроют Соборную площадь и изменят движение транспорта. На этом у меня все. Мы прощаемся с вами до понедельника и желаем вам хороших выходных. Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания